Исчезающий вид искусства, интерьерная гипсовая скульптура стала основой новой выставки «Очарование старины». Большая часть экспозиции состоит из личной коллекции Валерия Александровича Перфилова, старшего научного сотрудника Ленинского мемориала и непосредственно из фондов мемориального комплекса. Герои русских народных сказок, жанровые бытовые сцены советских людей, бюсты политиков и деятели культуры представлены на выставочных витринах. Гипсовые фигурки как раз они даже в большей степени передают аромат эпохи в то время. Но, к сожалению, их очень и очень мало, как я уже сказал, сохранилось. И таких центров, где они производились, тоже было очень мало. Это Кунгур прежде всего, это может быть Киров, это на юге нашей страны. Помимо скульптуры на выставке широко показаны гобеленовые, велюровые, плюшевые и бархатные ковры. Ковер 50-х, 60-х годов, как вид искусства, представляет собой уникальное явление. Он сопровождал человека с рождения до седых волос, являясь символом благополучия. Въезжая в новое городское жилье, так называемые хрущевки, с помощью ковра маскировали строительные изъяны и делали комнаты теплее. Ковры проходят тоже такую интересную историю. Вначале ковры занимали центральное место в квартирах, потом они переходили на диван, из дивана переходили на пол, потом они или их резали, или они переезжали на дачу. На выставке представлено более ста экспонатов, которые, несомненно, заинтересуют посетителей разных возрастов. Людям более старшего возраста, конечно, это интересно увидеть, как часть из своего дома нашла место в музее. Кто-то до сих пор хранит такие уникальные экспонаты, я думаю, дома, у кого-то они есть. Дети 90-х, я думаю, с удовольствием поностальгируют и вспомнят, как они засыпали, разглядывая камеру стены у бабушки в деревне. А маленьким детям, я думаю, что это будет очень интересно, поскольку здесь очень много сказочных персонажей, которые можно увидеть и пофантазировать, увидеть, какие они маленькие, какие актеры их играли. На экспозиции представлена часть уникального собрания ушедшей эпохи. Выставка в квартире музея семьи Ульяновых будет работать до декабря и ждет всех желающих. Антон Никонов, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.